Глава Карелии подтвердил вербовку заключенных на войну в Украине. Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил, что заключенные участвуют в войне России с Украиной. Такое заявление он сделал во время прямой линии, которую провел вместе с республиканским военкомом Андреем Артемьевым. Вербовку заключенных губернатор упомянул, отвечая на вопрос о том, будут ли семьям мобилизованных помогать с покупкой дров на зиму. Мы сейчас прекрасно понимаем, что нам предстоит серьезная работа по адресной социальной поддержке семей наших военнослужащих. Она распространяется на всех лиц, кто сегодня служит в зоне специальной военной операции или мобилизован. Был сегодня вопрос от жены бывшего осужденного, который проходит службу в зоне СВО в ЧВК. Да, надо получить справку в военкомате и тоже пользоваться всеми теми льготами, которые сегодня предусмотрены. То есть семья находится здесь, осужденный может наказание где угодно проходить? Есть случаи даже, когда осужденные призывались из других регионов, но семья здесь. Но мы говорим про семью. Да, да, мы семье поможем. Глава Карелия Артур Парфенчиков в начале нулевых был прокурором Петрозаводска, а позже возглавил российскую службу судебных приставов. Он является заслуженным юристом России и почетным работником прокуратуры России. Парфенчиков стал, возможно, первым российским чиновником, который публично рассказал о вербовке осужденных преступников на войну в Украине. О том, что ЧВК «Вагнер», основанное бизнесменом Евгением Пригожиным, набирает заключенных, стало известно еще в сентябре. Вскоре сам Пригожин подтвердил факт вербовки, а также признался, что действительно является основателем частной военной компании. КОНЕЦ